сейчас у нас поезд книжный едет я ехал в поезде из петербурга до москвы ехал сколько-то много часов устанавливались в каждом так сказать на каждый они дальше едва владивосток почему потому что но вообще это есть такой поиск сериал к кино что называется сквозь снег там полный конец света и значит вот кто-то отдельный спас и едет значит на этом поезде сквозь снежную равнину бесконечная значит и не могут остановиться то что если остановится все электричество и конец и не будет работать вот у меня напоминает этот поезд сквозь снег то что читатели у нас я вам должен сказать становится все меньше и меньше ну даже если посмотреть на полки книжных магазинов и посмотреть чего тут продают то очень мало что из этого можно на самом деле считать литературой и к сожалению мы движемся в направлении комиксы понимаете картинки какая-нибудь и прочее я не против целом почему нет десна если бы существовала и продолжала существовать серьезная книга и почему я говорю про книгу в таком отношении не только потому что книжному маяку уже 10 лет я каждый год в нем участвуем и там проводим всякие круглые столы и встречи и прочее не просто потому что сейчас мои товарищи садятся и едут дальше значит светлое будущее владивосток на книжном поезде проводить эти мероприятия дело в том что человечность нас определяется текстом появление текста но там по 10-7 тысяч лет назад мы от этого считаем культуру свою мы считаем свою культуру от появления письменности нам мы стали писать и мы писали за эти несколько тысяч лет ну на самом деле вспышка по меркам эволюции или вообще всего нашего этого космоса мы писали самих себя потому что человечество пишет то что для него актуально и может смотреть на это мы сами с собой не можем встретиться мне иногда говорят а аж вот может быть правильно говорят же полюбите себя я говорю прекрасно как вы встретитесь с собой ну как вам кажется что когда вы туда смотрите внутрь себя в этом а кто смотрит но вопрос в зеркале это отражение может она врет никогда не знаешь и текст это то с чем мы смогли встретиться с самими собой у нас не было бы ни культуры без текстов у нас не было бы цивилизации у нас не было бы открытий пойти для того чтобы опровергать оптолемеев скую концепцию мироздание гелью геоцентрическую для этого нужно было прочитать сначала посмотреть увидеть что там что-то не так мы ничего не у полностью вымерла египетская культура не оставила ник не кирпичика понимаете не осталось известно полностью две тысячи лет они были под всякими разными завоеваниями обделение зависимости египте только в двадцатом веке и впервые свою нацию них ничего не осталось но расшифровали что написано на пирамидах понимаете что написано в храмах что написано во всех этих склепах и так далее и мы видим красивейшую огромную цивилизацию просто с невероятным мировоззрением то который восхищалась в которой восхищалась древняя греция которая восприняла собственно говоря всю геометрию всю мистику и пифагор учился в египте там и так далее вот сейчас мы находимся на грани когда у нас в целом вот еще чуть-чуть и люди перестанут понимаете мы же функционально читаем сейчас теперь но мы читаем же на функционально вот сейчас раз и будет удобнее голосовой помощник раз и будет удобнее просто голосом жестом там и так далее вот сейчас выйдут очки эти пол там сидишь пальцами крутишь и у тебя вся реальности картинка жила понимать и и зачем будет часто так пишут уже уже непонятно на каком языке раньше было неприлично к отчет неправильно пишешь но неловкость там неправильно написал стыд сейчас пишут вообще просто без зазрение совести такое думаешь господи боже мой и главное еще суждение пишут депрессия это не болезнь ну например я регулярно читаю вот и так далее и мы теряем язык мы теряем способность к воспроизводству сложных интеллектуальных объектов значит что такое книга книга это пространство смыслов значений это много закономерности связанных с друг с другом линий это живая структура где читатель играет но куда более важную роль чем писатель потому что именно читатель эти смыслы при воспроизводит и позволяет им существовать дальше а мы теряем книги и у нас было уже такое мы потеряли практически всю античную философию мы сейчас относимся к философии что вот ну как ну там были философы там и так далее то вообще чудо сохранились не то что не оригиналы не то что не копии а переводы аристотеля понимаете это платона и прочее прочее я случайные переписи перепись переписи с переписи где-то случайно валявшиеся в каком-то понимаете углу нашли какие-то монахи расковыривали так сказать переписали и у нас мы живем с мыслью что у нас античная культура мы такие ого-го нет и только потому что мы способны понять чего не писали мы представляем собой культуру понимаете к перестанем понимать мы вернемся к нашим ближним родственникам наши свои мои все но не крепостными были но видимо и около того то что взгляд мой как бы сказать прошлое заканчивается псковской губернии эти белорусской деревни там бурятским деревне и там и так далее алтайской понимаете и но мы чувствуем себя частью цивилизации за счет чего за счет текстов за счет книг а сейчас не читают потому что ну чтобы читать нужно силы потратить это же тяжело читать тяжело берешь открываешь там буквы их складывать надо катастрофы это я понимаю унесом дислексия я долго учился но это отговорка которая показывает уровень где мы находимся тяжело читать и вы кому-нибудь предлагаете книгу и вам говорят очень спасибо жена я не читаю лучше бы говорили я не пью понимаете было бы как-то вот но так вы знал я не читаю вот и раньше хоть в шкафы понимаете надо было засунуть раньше было модно что показать что ты как бы хоть из деревни но так сказать еще есть у тебя это значит шкафы и знать должны были стоять собрание сочинений и смешно одеть и потом читали собрание сочинений родители купили по записи по своей росписи в спецмагазине там это да и так просто потом дети читали и нам дико повезло что мы в целом родились от культуры который перечитала собраниями сочинений понимаете бальзака диккенса черта в ступе достоевского я уж не считаю и так далее мировую литературу и все там все было издан 200 томов мировой литературы так и чтобы какой ребенок сейчас прочел такое хочется в ноги бы ему позаклониться сразу сказать миссия пришел понимает но не тик тока не прочитали больше но там уже не текст там уже смешные картинки для детей был журнал назывался веселые картинки и там был спрятан текст в этих картинках сейчас просто веселые картинки все вот и мы с вами вот находимся в риске и вот и мне все что вообще дело каждого человека который себя считает культурным это продолжает популяризировать книгу как инструмент нет лучшего собеседника чем книга особенно сейчас нет лучшего источника знаний чем книга особенно сейчас нет лучшего психотерапевта чем книга особенно сейчас и вот способность создавать эти сложные воспроизводить до сложные структуры романа или научно-популярной литературы так далее это характеристика культурного человека у которого есть внутренняя жизнь сейчас очень многие любят к говорить ну у нас время такое каждый зам за себя каждый как хочет там понимаете вот было бы там внутри вы это что-то что сама за себя такие выиграли ради бога а когда там измерение 10 нанометров минус и при этом я и быть собой там и так далее я вас побоялся гордиться понимаете это индивидуальность вот поэтому книга это важно едет поезд там замечательная атмосфера прекрасные люди писатели такие дон кихоты которые еще продолжают писать и я очень рад этому и поддерживать все вот сам я даже не понимаю про что собственно писать но у меня много идей конечно но с точки зрения чтения я у я же вижу читаю в книге или нет и все меньше меня читают и всех так никто никто не может похвастаться только по тираже и за прошлый год на 6 процентов меньше по кругу а с учетом галимати который печатают ну как бы считаете вообще нет вот поэтому мы в риске с вами находимся и об этом я написал книгу дух времени я кстати там разбираю отдельно как происходило становление цивилизации гутенберга значение текста там и так далее но это только маленькая часть потому что изменение книга просто симптом люди перестали читать это симптом симптомов много симптомов в целом увеличивающийся количество жестокости и такой гнусности вот социальной инженерии например но это просто какой-то сейчас беда просто людей обманывают разводят кидаю и так далее это в огромном количестве и ни у кого даже внутренней но как бы но посочувствуем как бы чеков который попал в такую ситуацию а так в основном руки разводим ничего поделаешь и никто ничего не может и это уже норма и это просто тоже симптом симптом что появилось много людей и чья у кого нету человеческого вот и симптомов много симптомы такие печальные и вот я все время думаю ну а что делать в целом у меня веселая история значит во первых там те для кого это жизнь для меня предмет исследований уже я могу таскать и вот по этому поводу это как врач знаете это это болит болит хорошо это прекрасно это напоминаю себе этого доктора что хорошо все хорошо диагноз это красивый какой получился доктор доволен какой доктор сыт и больному легче вот да поэтому мне собственно говоря веселее но вся моя работа практическая она всегда была посвящена тому чтобы уменьшать количество страдания в мире и неважно кем я работал там хоть медбратом и хоть психиатром хоть потом популяризатором психотерапии моя задача всегда была помогать исправляться страдания и страдания в больном мире очень много у молодых иногда это просто скука скука может быть убийственной она может быть разрушительной 20 век назвали веком тревоги и это правда сейчас тревоги все меньше и меньше все больше и больше депрессии апатии утрата чувства смысла жизни внутреннего тонуса там и так далее и и это состояние на мой взгляд даже тяжелее тревоги в тревоге тысяч думаешь что тебя ну ты сейчас что-нибудь еще поднапряжешься что-то поделаешь и как-то все красосится и вот рассосится не рассосится неважно надежда зато тебя движет тревога всегда надеешься что по худшему сценарию не пойдет надежда в депрессии без перспективности особенной надежды как мы понимаем не обнаруживается и вот вопрос а что нам делать так как нам быть ну можно конечно медитировать вот сейчас я смотрел статистику рост идет на медитации очень сильный в разы растет растет на всю паранормальность растет тоже люди пытаются хоть за что-то как-то уцепиться я понимаю это прекрасно я помню советский союз коопаду как все в церковь ломанулись я сам крестился 14 лет пошел самостоятельно потому что как бы все коопады ничего ни за что не зацепиться ну как бы начинают другие в тебя идеи проникать и ты как бы это переживаешь поэтому понятно что сейчас люди за все что угодно хватаются чтобы хоть надежду получить какой-то и вот вопрос что делать то вы скажете вы думаете я скажу сейчас учитесь мышление да это правильный ответ но я не буду вам так говорить на самом деле нам очень важно осознать кто мы есть не в смысле кто мы как личность как набор каких-то качеств характеристик там и так далее нам надо осознать именно это есть принадлежишь принадлежащие кто кто мы есть мы кем присутствуем в чем наше присутствие в мире потому что ну с точки зрения физики химии биологии мы с вами вообще просто ничем не отличаемся толком от моллюск каком-нибудь из тараканообразного там от камня любого понимаете это дерево ну-ка такая биологическая система ну там или физическая система мы с вами физическая система кто не ломал себе конечности этот этот не знает остальные в курсе что они физические системы вы понимаете вот и и соответственно мы ничем вот особенно из мир это нам кажется мы сами себя выделяем и говорим вот человек это там венец творения или чувством про него говорится за чушь вот мы сами себя выделяем если бы мы не выделяли я думаю так лев мог бы жить с фразой но как бы вот есть ли вы и есть вот это все ну как почему вот я бы на его месте так себе вот так если бы он мог черепенька так сказать осознанно вот мы просто выделяем а так то мы ничем не отличаемся и отличаемся мы от всего только кто мы есть нашим присутствием потому что наше присутствие это . в которой меняется ниш во всем остальном он течет как одни процессы другие химические элементы воды континенты материки там чертов что все движется находится в движение и мы также из при из поиск из поискает и что из пли из из праха в прах переходя понимаете там движется народ вот нет никакого изменения а вот когда мы осознаем собственное бы действование собственное обращение в мир когда мы действуем в этот момент не она в там не на автоматизмах которые были созданы всем нашим предыдущим опытом привычками культуры воспитанием и так далее а когда мы действуем осознавая что это действие нас вы десять раз подумаете а даже и не думать не будете это будет очевидно что имеет смысл делать из этого своего присутствия что не имеет что важно а что чушь собачья но только из ощущения того что не кто-то вас признал пришел к вам и сказал ты хороший человек все нормально ты красивый или там ты умный или еще что-то не из то что нам признали нас разрешили нам быть я все же живут мыслями переживаниями как там про них кто чё думает кто-то скажет как это выглядит и так далее и это все мысли то трусливые сумме оценит что у меня как-то скажут и так далее и ждем что придет скажет на на все хорошие хорошие возьми с полки пирожок и мы ты гайляляляля нам дали возможность быть но мы по человек как бы искать к сущность свое ощущаем через вот это осознание того что это наше искреннее внутреннее действие потому что это наши наш вход в мир вот задумайтесь над этим образом вот вы например ложитесь вечером спать засыпаете вас же нет потом вы просыпаетесь но я не знаю как вы просыпаетесь я хреново просыпаюсь но то есть я просыпаюсь как надо и ненавижу себя первые несколько часов жизни серотонина мои полностью израсходован и и состояние моё пока он не накопится я мне тяжко вот может кто-то есть веселый там но я если сразу сяду за книгу это лайфхак 6 часов вас поднялась сразу просто доползите до кондать компьютер и начинаете книгу писать она быстро расходится вот а если вот чуть-чуть запоздаете вот она накроет вас да и мы засыпаем и присчезаем но в жизни когда вы бодрствуете вы тоже большую часть как бы бодрствуете как спите но там автоматические мыслика это суета как это там то все побежали то не успеем тут кто сюда опаздывал вот я тоже тоже передает счет и мы как автоматы понимаете в этот момент там люди ждут в курсе вот и это состояние понимаете как сон это вас как нет потому что это без вас вас ощущение что вас может быть момент вынуть а вы продал бы продолжит продолжите суетиться также там на площадке и вот когда я говорю про то что вы осознаете собственное присутствие в мире у вас появляется как бы . из которой вы на этот мир смотрите не потому что он вами смотрит так сказать непонятно куда а вы вдруг ощущаете что вот она жизнь тут вот это происходит тут живые люди тут события тут тут что-то значимое и это моя жизнь и это ощущение продлится недолго потому что дальше случится что-нибудь и вас опять за 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 затянет во все это берли берду и вы будете снова там кантирунду в голове гонять что там поставили лайк не поставили и так далее ну это я про основную проблему в жизни говорю понимать и вот чем чаще мы будем пытаться все таки просыпаться в бодрствующем состоянии оглядываться по сторонам чем чаще мы будем просыпаться в присутствии других людей чтобы не относиться к ним как механическому пианино видеть в нем в другом человеке что-то для него самого сокровенное чем чаще мы будем просыпаться так чтобы осознавать собственное присутствие и настоящую жизнь тем мы будем счастливее и тем меньше будет вот этого страдания сейчас я закончу секунду я просто сегодня читал всю лекцию по мотивации но сотрудники вот большой компании и им рассказывал это и я вспомнил анекдот значит сейчас все страдают значит называется проблема work life balance кто в курсе кто не в курсе смысл в том что мир вдруг задумался что у него есть жизнь а есть работа мы я все пошутил сегодня говорю ты у меня трупом шире работаешь я не анатомическое таска есть подразделение но если есть жизнь а есть работа они так и говорят вдумайтесь я вспомнил советский анекдот что когда вы выкуриваете сигарету у вас умирает и 10 минут жизни вы теряете выпиваете бутылку водки вы час жизни у вас уходит вы имеете к чертям а на работе в 8 часов то есть мы work life balance придумали еще советском союзе просто никто не был в курсе что это так называется а а если серьезно вот задумайтесь люди считают что когда они что-то делают они не живут и это на самом деле очень тонкое замечание а сколько такого мы делаем как бы в жизни по принуждению и это все значит не жизнь и если мы так начнем судить у нас вообще жизни не останется не то что 8 часов все улетит к чертям и когда вы вот это осознаете что жизнь это не какие-то счастливые моменты которые происходят после долгих мучений когда вы отработали там что-то еще сделали там выполнили отсуетились по бы на тревожились нагоняли этих мыслей жизнь происходит именно сейчас вот вы именно в этот момент и что нету в смерти в жизни вы не умираете приходя на работу и даже если вам приходит ваш кто-то близкий и в дурном настроении но вы конечно можете прискинуться трупом сказать что я не живу но буду вынуждена поддерживать все вот это и поддерживать будете хреново и сами будете страдать но как только вы слушаетесь вы осознаете кто вы есть что вы есть делаете до в моменте и это ваше действие и от работы вы можете начать получать удовольствие от общения с близкими даже если он не в лучшей форме вы можете получать удовольствие потому что вы же в этот момент как вдохнули как зажили и это идет от вас от вашего вот этого вхождение в мир вы просыпаетесь видите и у вас естественным образом возникает желание что-то делать что-то чувствовать что-то переживать и мне кажется что вот мир в котором мы сейчас оказались из и книга симптом потому что книгу к читаешь ты же как бы уходишь из мира но ты же его создаешь в этот момент там эти писатели все померли уже вот может не кто-то еще жив но в целом могли помереть и вот а вы это создаете и и этот вопрос как креации до создания мира который вы получаете из книги и создание самих себя в мире когда вы осуществляете и в нем свое присутствие и действие просыпаясь от автоматизмов это делает нас людьми и я очень надеюсь что это как можно дольше про функционирует спасибо за что вы слышали андрей благодарим вас за это мотивационную встречу наше не расходимся нет мы еще не расходимся конечно да наша творческая встреча проходит в рамках фестивального движения книжные маяки россии и а ваша речь для многих из нас стало действительно такими маяками да есть о чем задуматься мы получили очень важную полезную информацию за это вам большое спасибо и наши аплодисменты спасибо большое у нас есть еще немного времени для того чтобы задать вопросы автору пожалуйста поднимайте руку я подойду с микрофоном вижу документ добрый вечер андрей владимирович меня зовут анна писанец я блогер я тут вопрос подготовила вообще давно лично мечтала спросить у вас небольшое вступление андрей владимирович средства массовой информации ежеминутно транслирует образы идеальных моделей словно жизнь зависит от красоты и и вместо того чтобы просто гордиться нашими красавицами виктория боня ирина шейк мы лет до 30 остервенело лезем в уготованный шаблон или уговариваем себя на унизительный бодипозитив теперь вопрос шаблон мир и сам расширяет но как по-вашему в духе времени мы должны сами развивать культуру возрастных изменений равно не старение ибо культ красоты порождает страх старости спасибо большое хороший вопрос и он о многом на самом деле говорит на эти были культуры в которых люди носили парики и выглядели старше чем они есть вот и как ни удивительно это были культуры которые создали нашу нынешнюю цивилизацию мы выросли из того чтобы мы пытались выглядеть старше почему потому что возраст это опыт в опыт уже возраст это знание возраст это авторитет и и и культура это называется рост детства 18 лет уже раньше человек сказать если он как-то не демонстрировал как бы сознательности его все уже нужно было в дурдом сдавать вот сейчас 18 лет ты вообще не понимаешь это пока уже научилась говорить или еще пока только ходить вот да и сейчас длинное детство дети могут долго не выбирать профессию там и так далее большинство детей в прежнем мире знали о своей профессии за много до того как их спросили про то какая у них будет профессия вот и они уже в этом смысле были взрослые значит сейчас взрослые люди пытаются вся эта косметологическая вся это натягивание кожи значит я ничего не имею против но просто сама сам этот подход который попытка как бы сохранится в молодости в детстве в этом вот эти странные одежды понимать качек на эти модные бренды которые выпускают там какие-то майки пиджаки и значит там с мультяшными героями на этом как его ну посмотрите филипп кирков он все у него всегда надето все нужно ну там детский сад значит вот это модно кроссовки которые там как бы как детский сад этот оверсайз размеры этого папа ушел с работы мы стащили его куртку и вышли на улицу в его же ботинках вот значит инфантильность в том что мы смотрим телевизионный контент контент киношный самые популярные фильмы это мультики эти вот марвел марвелс да человек паук человек железный человек еще что-то вот финист ясный сокол вот была хорошая сказка но так хоть с моралью было тут мораль непонятно кто-то кого-то на южил и весело выскочил в очередную сагу и это же все смотрят дисней снимает пиксар снимают мультики в расчете на взрослых и детей и вот я вам точно говорю вот был были вингс кто порхают кто сталкивался да вы знаете вот это все но это ужас было невозможно они все сходили с ума вингс бивили к свинцами чандикс это все но имейте совесть конечно я знаю вот и значит в один прекрасный момент значит они сделали фильм вингс который показываем в кинотеатре я вам даже сказать там был полный аншлаг вот но там были реально дети вот но несчастные родители значит там как правило сдавали 1 1 родители пятерых детей я в москве ходил кстати люксор какой-то такой был все там какой-то был кинзи и вот мы сидели там это невозможно смотреть взрослому человеку понимаете ну потому что там ну просто один слава что и не чантикс они что-то куда-то преображаются страшное дело вот но то есть логики нет дети счастливы ну слава богу но сейчас взрослые ходят на мультики принятия я вам просто показываю пример чтобы было не затащить вот если у вас еще вы помните свое детство когда вас детстве вводили в кино советском союзе родители думали как бы вас туда отправить чтобы от вас отдохнуть и еще вот эту муть не смотрите который вам показывают да но сейчас они сами рвутся смотреть это эти подростки и взрослые и все на свете мы не понимаем степени мы это когда все впадают в детство сложно заметить что что-то пошло не так вот и это признак инфантильность это не одни от большого ума вот поэтому как я могу к этому относиться я отношусь к этому с состраданием мне жалко людей которые впадают в детство особенно учетом того времени в котором мы находимся ну вот просто еще степень катастрофы в которой мы находимся она запредель у нас реально радикально меняется вообще все у нас меняется государственное устройство во всем мире но прежние системы не работают сейчас как бы новые какие-то организуются способы управления людьми значит экономическая система полностью находится полный в полный фальсификат потому что мир разделен на супер богатых людей которые получают деньги из ничего просто потому что у них много руль этих до как этих нулей на счете и они значит и вот качают из одного фонда в другой из одного акции в другой задней деривативы в другие так далее так далее деньги на бирже делаются из перепродажи из ничего но это просто рынок но как бы там не могут зарабатывать торговцы там на рынке должны зарабатывать те кто продает что-то на рынке правильно а зарабатывать торговцы только те кто просто дает перепродается держит и плечи капитала используют все это эффективное стоимость реальную денег никто не знает она давно отсоединился от золотого стандарта и улетела в открытый космос нужно напечатаем столько нужно напечатаем столько на печатаем столько и так далее то есть полный швах технологии идут технологии которые заменяют людей все раньше боялись что это говорит но это роб они роботы они заменят значит на производстве но дудки ну то есть они на производстве конечно замещают но самое главное что они замещают сейчас креативные профессии я не говорю менеджеров там прочее до этого юристов в китае сейчас не выносится ни один судебный переговор без решения искусственного ну специальной программы на основной на искусственном интеллекте который анализирует точно также преступление и выдает свое второе решение гугловский врач искусственно интеллектуальный дает сейчас результаты лучше чем сдает при анализе показаний из пациента тут лучше чем врачи завтра я буду давать интервью про возможен ли искусственный психотерапевт искусственный интеллект предполагаю что начну от интервью со слов ха 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 ну потому что он уже есть то что те боты которые работают они работают в среднем лучше чем большинство психотерапевт ну там дальнейшее обучение до обучения и так далее ну то есть вот куда мы не кинем в целом мы как бы лишняя биомасса и вот в это время они решили впасть детство ну вот не нашли другого момента если бы это была защита понимаете они бы плакали они бы впали в детство и рыдали вот они впали в детство и куролесят делая глупости за глупостями понимаете и так далее вот поэтому я отношусь к этому не очень хорошо значит плюс второй вопрос внешности значит это это ужасная проблема у нас внешность важнее человека это это факт люди переживают они что такое анорексия люди готовы умереть потому что у них здесь затык на внешность и и куда ни кинем этого постоянно это все и это и мы считаем себя цивилизованными людьми вот ну как бы вот например у примитивных народов кого-нибудь племени я вам скажу значит вожак определяется силой физической что мы с вами скажем дикие животные да а теперь я скажу а тут лучше определяется по красоте какая разница та же самая примитивная бум бум но мы же с этим так сказать живем если мы это несем мы это культивируем вот эти все эти посты как их называется аккаунты да в социальных сетях вот они фотографируют это мне очень смешно я говорил это я сегодня тоже шутил на лекции вы раньше ходили на выставке как картины читали что там написано под ними но хотя бы так сказать по крайней мере знали что посмотрели сейчас они заходят на выставке гряди на каком они формате будут лучше смотреться но это же надо постить и где бы они не оказались я буду было в стамбуле там есть цистерна значит она огромная красивые там значит сделано под землей то собирали воду на момент чтобы когда нужна будет вода они будут пользоваться вот и сделали ее значит при императоре юстиниане начали строить и вот у меня там предельно драматическое ощущение почему потому что этот цистерна на самом деле зал как вот весь этот магазин высотой в 2 ну вот как бы вот такой вот и он весь это стоят колонны из поставленные друг на друга античные колонны с храмов значит этот император и стене это тот кто запретил античную философию всякое преподавание и он же был последним уничтожителем всех античных храмов и кого спускаетесь в эту цистерну выпускаетесь в могилу античной культуры и вот эти все храмы эти разные разные колонны дорические такие сики и пятые десятые это колонны некогда великой культуры храмовых портиков здесь люди верили приносили жертвы на этих же портиках они дискутировали там и так далее а сейчас это превратили в подпорку для канистры и вот если вы понимаете это и смогу смотрите на это это называется не забудьте никогда что человек может сделать с лучшим что он способен сотворить из красивейших вещей духа превратить это в утилитарную криво косо там все через одно место значит вот эту цистерну ну что я там видел кучу людей которые весело бегали по мосткам там еще жидкость есть цистерна они ловят там разная подсветка была в какой-то момент одна часть включается этой большой колоннады в кое-другая и бегать я не знаю что хуже я истиньяна у меня к нему всегда были вопросы но в целом вот это это же просто какое-то ну просто не то что культуры нет ну как стыдно понимаете ну просто стыдно и это наши культурные современники всех языков народов раз и так сказать или и прочее вот поэтому в целом внешность которая начинает определять что-либо в отношении другого человека это просто это просто стыд и невоспитанность но с другой стороны если людям больше нечем гордиться если единственное что они могут выставить на показ это результаты пластического хирурга над своим телом ну как бы им хочется сочувствовать и это действительно трагедия поэтому я думаю что нам что нам нужно просто самим для себя определяться в том что мы считаем правильным но перед этим очень важно провести работу критическим мышлением то что я сейчас сделал я просто вам продемонстрировал принцип мышление про это я сравнил красоту с физической силой и оказалось что мы в принципе подобный подход должны рассматривать как примитивный я сказал что зачем этот человек делает для того чтобы как-то при как бы себя преподнести что он еще может преподнести вопрос я же я я даже не я даже не сказал ничего плохого про этих кто людей я понимаю я сколько лечил этого всего эти есть люди которым к короткие ноги они хаю они себе развивают ноги ну ломают их там и и наращивают него они не виноваты мы все виноваты потому что мы создали культуру в который внешность определяет то насколько хорош человек но и да кто-то оказался более чувствителен кого-то больше дразнили кто-то больше обижали и поэтому это стало для него такой внутренней травмой но задумайтесь из-за чего она по поводу чего человек переживает то что я вам говорю как другие на меня посмотрят разрешат ли мне не быть они скажут вот это красиво о я могу быть я могу быть так не работает это через секунду вернется обратно боберангом и это могу быть не сработает наше ощущение присутствия жизни рождается не не потому что нам разрешили она нам дано просто по факту нашего появления на свет а вот пользуемся мы этим правом или нет это вопрос и это вопрос уже на макси нам к себе вот поэтому вопрос вы подняли сложный и он культурологический это не вопрос психотерапевту психотерапевта будет лечить любую боль любое страдание потому что неважно чем она вызвана тем ли что человек переживает что он плохо выглядит или тем не что он переживает что ему кто-то видел не имеет значения но просто есть наша общая вина когда мы все вместе расставляем приоритеты свои собственные так как мы расставляем и если лайки получают только красавицы ну как бы мы расставили приоритеты после этого все будут страдать то что приоритеты поставлены ложно и красавица сама нарисованы фотошопом андрей благодарим вас за такой развернутый ответ мне подсказывают что у нас есть несколько минут пожалуйста коротко если можно несколько вопросов успеем добрый день андрей меня зовут евгений рябов я ваш коллега на писательском поприще начинающий вот у юнга есть красная книга это его последнее произведение и в нем он оперирует как раз термином дух времени и наделяет его метафизическими даже божественными свойствами вопрос дух времени определяет социум или социум определяет дух времени если можно могли бы вы дать определение вообще что такое дух времени спасибо спасибо за вопрос цайгайст это изобретение что называется немцы давно им балуются идет найдете где угодно и вот понятие духа сама очень многослойные то что здесь русский дух здесь руси пахнет вот дух как запах дух как святой дух дух как рок с которым сражаются античные герои и так далее дух это очень многослойная конструкция значит и здесь думать нужно про понятие времени потому что не про дух речь на самом деле а про время и вот время в котором возникает вопрос а чем же мы живем это время глубокого дефицита или слома когда мы развиваемся когда у нас что-то как бы позитивная динамика и так далее никто не думает про дух времени дух времени возникает там где время становится где-то дух становится спертым где он становится затклым или где его хотят революционизировать такие тоже как бы способы существования духа времени были и мне кажется что мы должны понять что время это то что мы делаем все совместно времени же нет как такового в том смысле в котором твои его это же просто наше восприятие одно из способов существования нашей психики сейчас вот открыли какой-то нашли какого-то червя и может там четыре миллиона лет он в каком мерзлоте прогрессе пролезет пролезал его раз разбудили серьезно проснулся вы чего вы творите был недоволен очень долго там лежалось это вот время это то что мы придумываем это то что есть продукт нашей психики вы сами знаете что у вас есть состояние кое время течет долго тянется мучительно и так далее а есть состояние же пролетает но если это часы и все там не должно же быть так ощущение времени это то что мы создаем своим внутренним настроены внутренним состоянием и я писал эту книгу про то что мы вместе натворили потому что меня иногда спрашивают я там начинаю рассказываю там тоже 5 10 к сему приведет одно в другой никто а почему же никто тогда не примет решение чтобы наконец вот запретить это все и это у никого то есть мысль шук где-то в этом мире у кого то есть рубильник которым он может отключать или включать что-нибудь на самом деле все люди независимо от своего места статуса и тогда являются заложником сложнейших просто комбинации межличностных межчеловеческих отношений эмоций состоянии там и так далее кого бы мы не взяли и мы в результате просто создаем время в котором появляется все то что причиняет нам боль мы не специально ну так если кто-то думать что мы специально так себе устану это устроили нет но правда состоит в том что мы все вместе делаем не тот дух которым бы хотелось дышать и поэтому это называется введение в третью мировую войну потому что мы стоим на пороге когда это время так сказать взорвется от этого духа вот ну дай бог что это будет наименее кровопролитное построить всем как это теоретически может быть вот но время к сожалению свидетельствует о том что мы могли бы лучше если бы постарались вот поэтому дух времени это не архетип в дух времени это скорее вопрос давайте задумаемся о том что мы делаем потому что очень нехорошо получается